вот хороший отзыв прислала татьяна коврова я вам очень много рассказываю о применении тмина великолепная вещь в тмине содержится как раз эфирные масла фитонциды которые прекрасно гоняют разных бактерий там грибков вирусов плюс они там способствует за счет своих горячих свойств разрыхляющих налаживанию пищеварения способствует восстановлению правильной микрофлоры формирование отличного стула я просто в восторге так вот она послушала и пишет благодаря вашим советом петрович я принимаю зерна черного тмина и даже беру их если еду в отпуск очень правильно дайте должна быть у каждого человека аптечка причем аптечка это не таблеточки а вот она аптечка то есть вы берете антибиотики а это прекрасный естественный антибиотик которому не привыкает никакая там бактериальная флора и плюс на именно такой антибиотик на котором не развивается дальше грибковая флора так вот случилось сначала сухой кашель я начала жевать зерна так вот эффект был очень сильный так как разжеванные зерна помогали моментально откашливать ошмете да и еще убирают боли в горле то есть когда мы с вами живем вот если у вас там зубами непорядок вот найти и то что там дурной запах изо рта а вот чувствуете что у вас кровоточивость из десен вот кариес бывает стоматит и вот что какой-то во рту непорядок вы часто болеете ангинами вообще простудами здесь у вас перейти зернышко тмина и только хоп очки 12 разжевали и так повторяйте примерно вот как вы привыкли давно некоторые люди жвачку жевать так повторяйте это дело через каждые два часа особенно когда вот идет простудный сезон и вы так пожеваете нормально видите сухой кашель очень трудно от него избавиться когда мы начинаем разжевывать вот эти вот зерна во рту естественно дышать вот этими фитонцидами вот этими вот ароматами они начинают свою работу на вредную микрофлору которая есть естественно та слизь которая вот сухая ее трудно отодрать она в результате вот воздействия вот этих вот душистых веществ которые выделяются из тмина то есть вот эти вот масляничные все эти вещи так испаряются она очень активно это все рыхлит и способствует отторжению эффект был очень сильный помогли моментально откашливать ошмети представляете ошмети а это все дрянь сидит у вас в организме и вы не знаете как от этого избавиться и еще никаких болей нету вопрос последовал как долго принимать тмин и в каком количестве тамара написала неделю пока был кашель сильный и притом разжевывала зерна на кончике чайной ложки я так вам скажу примерно два-три зернышка больше не надо этого вполне достаточно и так продолжаю принимать утром натощак проглатываясь водой можно без воды проглатывать а еще вечером после еды с каплей меда масло черного тмина я бы вам все-таки посоветовал не масло черного тмина оно ну как-то ну знаете передозировка для того чтобы получить масло черного тмина надо ну возможно чуть ли не пол чайной ложки тмина разжевать это большая доза а нам достаточно двух-трех зернышек не надо больше чувствую эфирные масла сильная штука так естественные эфирные масла вот такая действительно штука в которую надо иметь в своей аптечке и вот так вот время года которая сейчас вот настаёт использует вот прямо знаете вот у вас семья там двое трое детей которые идут в школу естественно сейчас начнут сопливиться и прочее вы им встали и с утра под вашим руководством дали вот эти два семечка чтоб они разжевали вот при вас разжевали все кстати вкус у него как у керосина то есть вам не надо вот этот будет керосин употреблять а зато тмин разжевали пусть они выплюнут или там проглотят лучше конечно проглотят вот уже они подействуют во рту уже появилась у вас защита и придя после школы проконтролируйте чтоб этакими прожевали два этих зернышка и перед сном и так вы убережете свою семью от вот этих вот простудных вирусных инфекций гриппа который сейчас тут пойдет во всю при этом смотрите при этом важно понимать там какой там курс курс на всю зиму и на всю весну так как это пищевое вещество вы просто-напросто его съедаете и чем не больше вы его так будете съедать вот как я вам подсказал тем лучше вы будете укреплять свой иммунитет и внутреннюю внутрикишечную микрофлору и вы станете все более и более устойчивы так же как пищевое вещество его можно принимать принимать хоть всю жизнь и только будете крепче становиться то есть вас зараза будет уже обходить стороной вот это важно понимать но дозировочка должна быть вот такая 23 зернышко ежедневно доброго здоровья ца до сих пор